Сегодня внезапно совершенно мы с моим другом очень резво начали это воскресенье, а поэтому настроение у меня приподнятое, а речь немного сбивчива. Спайсы, сохранилось, ребятки! Меня зовут Александр Фарсайт, и это мой четвертый выпуск совершенно субъективной передачи. Сразу к вашим комментариям. Game for Brothers пишет. Здравствуй снова. Сразу скажу, ролик мне понравился, мысли доносишь четко, для меня все на высшем уровне. Итак, его вопросы. Продолжая тему религии, как ты относишься именно к церквям, папам римским и так далее? Тебе не кажется, что все они неискренне с другими людьми и делают свою работу лишь из-за статуса и денег? Не могу дать однозначного ответа, потому что, конечно, структура церкви как организации, любой, пожалуй, отчасти направлена на собственную выгоду. Но вспомним такого великолепного человека, неспроста причисленного к лирику святых, как Иоанн Павел II, по-моему, позапрошлый Папа Римский, который был действительно потрясающим человеком, делал невероятно хорошие дела и является для меня в каком-то смысле кумиром и образцом для подражания в плане всепрощения и кротости. Какие жанры фильмов ты предпочитаешь смотреть? Назови свои любимые фильмы. Мои, например, «Господин Никто» и «Грязь». Если смотрел данные фильмы, выскажи свое мнение о них, мне и не только мне, думаю, будет интересно послушать. Плюс анализируешь ли ты фильмы? Естественно, анализирую, потому что любой человек, который хоть сколько-нибудь мыслит, он все просмотренное будет анализировать. Он же не какой-нибудь, там, не знаю, человек-овощь после лоботонии, которому орбитокластом в глазное яблоко ткнули, и он уже не способен ничего воспринимать, анализировать и обдумывать. Конечно, анализирую. «Господин Никто» и «Грязь». «Господин Никто» очень много слышал, но, честно скажу, не смотрел. Если советуешь, я посмотрю. «Грязь» видел. Несмотря на то, что очень не люблю книги Ирвина Уэллша, мне не импонирует его стиль, «Грязью» я остался чрезвычайно доволен. Отличное кино, прекрасная актерская игра, шикарный режиссер. 9 из 10. Какие мои любимые жанры фильмов? Я не разделяю фильмы, музыку, литературу по жанрам, хотя бы просто потому, что в любом жанре, пожалуй, может найтись для меня что-то, что мне понравится. Очень глупо отрицать будет стоимость и значимость того или иного произведения, просто потому, что оно не из твоего любимого жанра. В любом аспекте, в любой сфере мы ищем жемчужное зерно в груди навоза, потому что сейчас выпускается невероятное количество и музыки, и фильмов, и книг, и найти в этой куче что-то стоящее, это действительно сложно. Так что мне нравится очень многое. Потом, возможно, я даже сделаю что-то вроде субъективного топа, какие фильмы и книги мне больше всего нравятся, но вот из фильмов я, пожалуй, назову «Криминальное чтиво», и я думаю, здесь я никого не удивлю. Пожалуй, мне еще нравится советское кино в большинстве своем. Из современного американского кино мне нравится очень мало что, но вот могу отметить такие фильмы из последних, как «Робот по имени Чапи», от которого я ждал многого, потому что это один из моих любимых режиссеров, и получил многое, потому что, ну, посмотрите сами, отличное кино. Какую последнюю книгу прочитал, какую книгу советуешь прочитать по своему предпочитаемому жанру? Я прочитал последнюю книгу Кензабура Ое «Объяли меня водой до души моей». Это 20-й век, японская литература, так сказать, неоклассика. С удовольствием порекомендую ее вам. Так как большинство любят фантастику, реально советую вам почитать фантастические книги Клиффорда Сайма, как «Город», «Соповедник гоблинов», «Все живое». Также советую почитать пресловутого Станислава Лема, Рея Брэдбери. Читайте, ребята, читать очень полезно. Как будто вы этого не знаете. Тогда, как тебе такая идея устроить дебаты? То есть ты будешь отвечать на вопросы с кем-либо, и если у вас будут разные мнения, вы сможете оба, или больше, чем двое, подискутировать на данную тему. Положительно отношусь к такому предложению, одобряю, скорее всего, устрою. Но это будет, конечно, не каждый раз, а может быть даже не в формате этого шоу, но идея отличная, и дебаты, такое мини-ток-шоу, ламповое для своих, отличная мысль. «Спайцы, сохрани тебя, мой друг», сказал мне Game of Four Brothers. И тебя, Спайцы, сохрани, мой друг. «Love is something» снова включается в нашу дискуссию, это самый постоянный, самый... мой зритель. «Отличный выпуск, снова поток информации от меня. Я, как Агностик, был удивлен тому, что ты рассмотрел лишь две позиции. Верить и не верить. Хотя есть третье, к которой я отношусь. Агностики. Люди, которые не поверят во что бы то ни было до того момента, пока не увидят это сами. Или пока это не будет доказано. Но не отрицают этого сломя голову. Было бы интересно тебя послушать по этому поводу». Ну, сейчас послушаешь. «Почему я не упомянул Агностик?» Я вас не забыл. Ребята, вас все больше за последнее время меня окружает, и вот Суслик Агностик. У меня вот к агностицизму отношения смешанные. Очень смешанные. Потому что для меня агностицизм – это отсутствие своего мнения. Я не хочу тебя обидеть. И я не хочу обидеть кого бы то ни было. Вообще зря вы затеяли эту историю с религией, потому что религия – это такой вопрос, на котором всегда начинаются какие-то спотыкания и закавыки. Не хотели слышать чего-то неприятного, лучше было не поднимать. Агностик для меня – это человек, ну, он в этом вопросе выказывает свою какую-то легкую бесхребетность, потому что мнение – оно полярно. Мнение – это полярная единица. Мнение, что у меня нет собственного мнения – это именно отсутствие его. Я поясню. Это как равнодушие хуже, чем положительное или отрицательное отношение. Знаете, вы можете там, не знаю, отрицать Холокост или принимать Холокост, но если вы говорите, ну, что-то не знаю, ну, мне так пофиг, вот это уже как-то, ну, от этого пахнет. Извините, давайте к следующему вопросу. Следующий. Уже который выпуск, вижу тебя в толстовках с надписью Gamescom. Сейчас не тот случай. А также вглядываясь в клавиатуру SteelSeries, коврик для мышки Razer. Это, кстати, тоже Razer. Просто не так заметно. Поэтому вопрос про игры, само собой про игры. Играешь ли ты в них? Нет, не играю. Ездишь ли на игровые конференции? Езжу. Потому что это аспект моей журналистской работы. Мне очень нравится ездить на тот же Gamescom, делать оттуда репортажи, узнавать там много нового. Сам я в игры не играю, но я хорошо разбираюсь в этой области, и мне очень нравится эта тематика. Что из игр в последнее время больше всего понравилось? Если играешь, само собой. Но так как не играю, не могу сказать, что мне именно понравилось, потому что немножко отстал от жизни в этом вопросе. Так что не могу выразить собственное мнение. Я вообще к играм отношусь довольно-таки плохо, как к фактору влияния на человечество, но при этом очень хорошо, как к новой, совершенно новой сфере творчества людей, к такой области, в которой может выражаться и режиссер, и сценарист. В общем, это новое направление искусства. Пусть даже это искусство, которое в моем понимании людей развращает. На сегодня все. Пишите мне дальше свои вопросы. Я немножечко, возможно, не структурировано провел этот выпуск, потому что во мне плещется немного доброго старого Bushnells по очень хорошему поводу, который вам знать пока что не надо. Возможно, когда-нибудь мы вам об этом расскажем, а пока что до свидания, до завтра. Меня зовут Александр Фарсайт. Спайс не сохрани! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok